Весьма необычным можно назвать состоявшийся в физкультурно-оздоровительном комплексе ледовая арена хоккейный матч. На льду встретились команды Щелкова и Феникс. Нестандартность поединка в том, что против юных щелковцев играет одна из самых сильных команд по слэдж-хоккею. Многократный чемпион России – команда Феникс. Для обеих команд матч с самого начала обещал быть непростым. По традиции перед матчем прозвучали приветственные слова и поздравления. Все у нас на районе очень много уделяется адаптивным видам спорта. Мы делаем все, чтобы эти люди, которые проживают у нас в районе, не считали себя ущемленными. И мы делаем все для того, чтобы доступность для данных объектов спорта была реализована в полном мире. Для людей с ограниченными возможностями здоровья этот матч стал наглядным доказательством. Несмотря на проблемы, заниматься спортом, в том числе высоких достижений, реально. Пример тому игроки команды Феникс. На специальных слэдж-санях, передавая шайбу клюшками, игроки, виртуозно перебрасывая, стремились забросить ее в ворота соперников и не пропустить в свои. Надо отметить, что слэдж-хоккей входит в программу зимних паралимпийских игр, а команда Феникс – их участник. Феникс – команда Московской области, она является основой сборной России. Очень сильная команда, крепкие физические ребята, подготовленные. Наши дети только начинают, и где-то они растерялись, где-то немножко испугались. Но опыт хороший. Стилистика игры явно отличалась от стандартных хоккейных матчей. Это понятно. Поначалу юные игроки команды Щелкова растерялись. Соперник в санях, они на коньках. Может быть и отсюда робкие попытки перехватить шайбы, неуверенные пасы. Однако две шайбы в ворота соперников юные щелковцы все же отправили. Мы старались как бы аккуратненько так с ними, потому что разные же виды немножко спорта совершенно. Ну как бы, не, не, не чувствовалось. Они могли бы, они просто, наверное, в воскресенье сегодня растерялись. Они были очень быстрые, их было трудно отнять, у них было трудно шайбу отнять. Я думала, будет все гораздо легче, но на самом деле нет. Он соперник, на самом деле, очень был хороший. Я не ожидал, что они на свою игру. Вот так ребята из Щелкова смогли убедиться. Ограниченные возможности не ограничивают волею стремления к победе. Ну и, конечно, не оставил равнодушными этот необычный матч и зрителей. Вообще, я считаю, нужно как можно больше устраивать. Тем более, у нас теперь есть лед. И лед, и пусть маленький, но опыт, который, несомненно, многому может научить. Лилия Тимиева, Игорь Поляков, телерадиокомпания Щелкова.